друзья мы счастливы вас приветствовать из недр магазина главного магазина главного магазина компании сплав что находится в столице нашей родины на улице кечерская 16 со мной специалист компании сплав кирилл и сегодня мы поговорим про тактические перчатки тактические перчатки вот друзья собственно и перед вами я так понимаю это весь ассортимент компании сплав применительно к тактическим перчаткам и не тактическим но которые почему-то стали более тактическими чем тактические именно так но на самом деле вот это вот я много наговорила это к чему потому что есть в ассортименте компании сплав перчатки которые в каталоге позиционируются как тактические да то То есть они предназначены для военнослужащих, сотрудников, нацелены на то, чтобы там, ну, работа на технике, работа с оружием, так далее, так далее, так далее. А есть перчатки туристические, которые вообще в отдельном разделе каталога, они находятся в туристическом разделе, в туристических перчатках. Но по факту эти перчатки, если анализировать фото, фотопруфы, то их используют чаще, чем тактические. Причем лучшие дома, Кирилл, лучшие дома используют их, лучшие дома. Я бы не сказал, что чаще, но тем не менее. Ну, на данный момент тактические перчатки, как все знают, это непременно атрибут любого военного. Соответственно, компания «Сплав» цать лет назад эту нишу тоже пыталась как бы заполнить. То есть есть, прям вот, так сказать, ярко выраженные перчатки, которые имеют характерные признаки именно тактических перчаток. Которые применяются для ведения боевых действий, работы с оружием. Ну и, соответственно, защиты ваших суставов и, собственно, кистей. Какие вот у нас самые тактические модели? Ну, самая тактическая модель, это, наверное, их две. Это перчатки «Форс». Ну, по сути, по сути, это широко известная модель. Это копия перчаток «Салаг» компании «Блэк Хоук». В чем-то они изменены, где-то добавлены элементы, но общая концепция изначально была придумана компанией «Блэк Хоук» от перчатки «Салаг». Копия довольно-таки распространенная, многие фирмы ее производят из разных материалов, в разных вариантах, но все со своими примочками, если можно так выразиться. Например, мы что сделали? Вот этот вот элемент изначально на «Салагах» и «Блэк Хоуковских» он был металлический. Мы заменили его на пластиковый по одной простой причине. При, скажем так, каких-то активных действиях, не дай бог, конечно же, вот эта железка входит в кисть и очень сильно ее повреждает. Пластик в этом плане более мягкий и наносит наименьше повреждений, если что-то происходит. Это как один из нюансов данных перчаток. По составу и используемых материалов – это классика, это искусственная кожа и полиэстер. Вот это, смотри, у нас перчатки, это перчатки с дополнительной защитой ударных, назовем это, поверхности. Но она мягкая защита здесь, правильно? То есть она здесь не жесткая. Это как на этих, сейчас мы на них перейдем. А так вот я смотрю, эти две модели, которые ты называл квинтэссенцией тактики, они между собой схожи. То есть примерно одинаковые материалы, одинаковая практически система фиксации, хотя здесь даже она более расширенная. То есть у нас здесь два элемента. Здесь добавлена просто регулировка по объему кисти. Все, а здесь только сам пат непосредственно. Все, здесь у нас мягкая, а здесь у нас получается пластиковая. Пластиковая. Это вторая, скажем так, по известности и популярности модель. Рейдж. У нас она называется тоже. Делается многими фирмами. Блоков, Кокли и так далее. Очень многими. То есть данные перчатки изначально разрабатывались для проведения полицейских операций в городе и имеют ярко выраженную и прочную защиту. Ярко выражена особенность полицейских спецопераций в городе. У меня такие были, кстати. Во времена, когда я проводил полицейские спецоперации в городе, у меня такие были. Но на самом деле подобного типа перчатки это, скажем так, зачастую первый выбор людей, которые первый раз себе покупают тактические перчатки, потому что стараются максимально защитить себя. Но в конце концов, как бы приходит к тому, что вот эта вот защитная вставка иногда даже мешает. Друзья. То есть этот нюанс нужно учитывать. Да. Смысл в том, что здесь вот, что абсолютно правильно, на мой взгляд, что есть две модели. Одна с мягкой защитой, да, другая с жесткой защитой, ну, с пластиковой. Здесь, соответственно, это комбинация материалов каких-то, а здесь, значит, это пластик. Смысл в том, что, конечно, пластик защищает лучше. Во-первых, он защищает лучше, во-вторых, он позволяет физические замечания производить более эффективно, чем мягкий материал. Ну, то есть большим воспитательным эффектом они проходят. Но вот эта перчатка, она становится очень громоздкой. И вот эта громоздкая перчатка, она затрудняет иногда работу с оружием, смену магазина, помещение магазина в подсумке, работа со снаряжением. Ну, потому что значительнее, ну, как рука становится крупнее, кисть ваша становится крупнее и становится вам неудобно. Даже иногда, там, удерживать оружие, ну, а удерживать пистолет двуручным хватом иногда некоторым людям неудобно. Поэтому вот то, что вот есть вариант такой и вариант такой. Хотите максимальную защиту, пластик, хотите более как эргономичное, более удобное во взаимодействии с другими элементами экипировки перчатки, пожалуйста, значит, соответственно, такие. И я обращаю внимание, что здесь есть модель вот этой рейдж, она представлена в варианте полнопалом и в варианте короткопалом. Также модель форс, она тоже делается в короткопалом, потому что, ну, популярная вещь, короткопалые перчатки, кто-то специально режет один палец на длиннопалых, а есть прям уже готовые обрезанные перчатки. Я помню времена, когда тактические перчатки могли быть только без пальцев. Ну, было такое дело. Только без пальцев. С пальцами перчатки, они были это кто-то у кого мернут рученьки, а тактические это только без пальцев. Сейчас, кстати, все больше и больше людей отходят в сторону полнопалых перчаток. Друзья, я об этом Кирилл сказал, перчатки, вот это вообще не понт. Понт не имеет отношения никакого к тактическим перчаткам. Тактические перчатки – это защита кистей ваших, в первую очередь, от ожогов, от царапин, от различных повреждений при работе с оружием. Почему? Потому что, ну, особенности строения кистей, они очень сильно, ну, очень, так как это органы, как у нас, осязания же пальцев, они очень, здесь очень развита иннервация, ну, то есть очень много нервов, и, соответственно, любые повреждения пальцев, они, во-первых, очень болезненные, во-вторых, они оказывают прямое повреждение, оказывают прямое влияние на мелкую моторику. Ну, то есть мы, нам неудобно или вплоть до того, что невозможно произойти какие-то мелкие манипуляции поврежденными пальцами. А повредить их при работе с оружием очень легко, ну, прям очень легко. Я уже не говорю про ожоги, это прям… Ну, я знаю много ситуаций, когда перчатка увозила, когда перчатка прилипала прямо, прям прилипала к банке, а пальчики, ну, чуть-чуть, чуть-чуть совсем там получали повреждения, ну, минимальные, потому что если перчатки не было, прямо было бы вот прямо ой, прям ой-ой-ой. Поэтому, как бы, это вообще ни разу не пункт, имейте это в виду. Ну, кроме ярко-тактических перчаток, переходим к более, ну, не то чтобы легким, но более, скажем так, простым вариантом. Это перчатки опирейт, то есть здесь в чем смысл? Перчатка облегчена, то есть меньше элементов, нашитых сверху, но при этом присутствует даже защита обязательная. Вот, опять же, ладошка здесь сделана из специального материала с напыленным, покрытием которой позволяет увеличить цепкость. С пупырышками, да, с пупырышками, пупырышками. Пад, да, он отрегулирует неопрен, ну, да, такие, довольно, я хочу сказать, удобно, я вот такие не пробовал, я много я пробовал от сплава перчаток, но вот такие не пробовал, довольно неплохие. Поехали дальше. Также перчатка Бласт, ну, я знаю, что ты их любишь, поэтому можешь про них рассказать. Друзья, долгое время использовал, в чем смысл перчаток Бласта? Это единственная модель, ну, по крайней мере, в ассортименте компании Сплав, которая является зимними, утепленными, не зима, утепленными, перчатками, зимнее, дурацкое слово. Может быть, вы в Таиланде живете, у вас зима лучше, чем у нас лето. Но можно немножко перебью, зимний действительно, то есть были отзывы, я их купил, надел минус 15, мне холодно. Ребят, извините, либо тепло, либо тактильность. Либо тактильность, да, это очень важный момент, смотрите, значит, перчатки утепленные, предназначены они ориентированные, все равно у них есть дополнительная защита, и костяшек, соответственно, и суставов пальцев, вот дополнительная усиленная ладонь. Тактильная чувствительность позволяет, друзья, работать с оружием, снаряжать магазины, чувствовать, ну, обрабатывать спуск и далее, позволяет. Естественно, то есть чудес не бывает, чем перчатка толще, тем тактильность чувствительность хуже, по-другому не бывает. То есть все стрелковые перчатки, стрелковые, не путать с тактическими перчатками, все стрелковые перчатки очень тоненькие, и поэтому практически все они очень быстро выходят в строя. Для чего производитель увеличивает толщину материала? Для того, чтобы и комбинировать материалы, для того, чтобы увеличить износостойкость, чтобы просто перчатки прослужили дольше. И мне, кстати, вот я про это хотел сказать обязательно, то что читаешь про одной одни и те же перчатки отзывы двух людей один носит год у второго развалились за месяц друзья это зависит только от того как вы работаете с перчатками с этим то есть я не верю в том что если вы работаете регулярно с оружием ну грубо говоря даже если не каждый день но там через день несколько раз недель его регулярно работать с оружием что год у вас вывезут перчатки тактически я не верю никакой фирмы вообще я просто знаю чем говорю не сüm пр умечит это нету прямо котиков ский котиков ские прямо там которые там стоит как самолеты все разваливается от работать с оружием разваливается все нет перчата которые выдержу вопрос том что комбинация свойств она должна быть не комбинация совокупность совокупный свой но должно быть удовлетворительный вас удовлетворяйте в принципе если мы говорим про утеплённые так и же тактические перчатки то вот эти перчатки довольно хороши если чтобы я бы здесь бы я бы поменял этих перчатках я бы убрал бы под вот этот на здесь у нас обратите внимание на липи по для фиксации на руке смысл в том что учитывая что здесь развитая манжета вот этот под он особо сильно но как бы ничего так сказать не особо усиливает фиксацию но при этом когда мы его застегнули нам снять его короче тяжело и надеюсь снова тяжело а зимой мы по-любому вынуждены снимать перчатки работать с электроникой сенсорные экраны по-любому снимать на по-любому надо снимать и поэтому это постоянно отдел снял хотелось бы кстати да хотелось бы вот как тут вот мы сейчас логически подошли к перчаткам которые не входят в тактическую коллекцию но пользуются заслуженной популярностью у силовиков у военных у тех кто вообще обращается с оружием и так или иначе относится к тактике либо военному ремеслу то две модели перчатки рот и перчатки road road изначально проектировались и создавались именно как туристические перчатки даже название говорит сама себя робот веревка да то есть но при этом при этом в них отсутствуют характерные тактические элементы ну кроме цвета наверно как кроме цвета самое главное основная их не особенность это отсутствие под они просто подрезинены их легко снять и легко надеть не надо ничего включать выключать застегивать растягивать то есть очень быстро они у меня такие есть перчатки довольно удобны много людей по ним отписалось прямо противоположное мнение вот два месяца полгода ты купил третью пару потому что супер перчатки все же покупают только их что за фигня развалили ну как обычно короче но все как об этом как бы на сам логичную вещь что у кого-то они работают год у кого-то полгода у кого-то там два месяца но есть вариант кожи но кожа тоже имеет свои нюансы поэтому основная масса все-таки делается синтетики модель вот это чем удобно я ее использую очень часто как спортивно еще там на грани когда там осень уже не зима но еще не лето и когда еще уже не лето но еще не зима как перчатки но на пробежке и куда-то там выйти почему бы быстро опять же почему быстро надел быстро снял ключи достану то есть еще очень быстро снимем и не надо под нету очень удобно не уточка нравится как и вторая моделька истористической серии но используемой часто военными от перчатки рова это не просто часто используя но это воспользуется военными друзья чтобы вы поняли о чем мы говорим вы и задаете просто три волшебные буквы с с о в поисковую строку яндекса фото сессо фото и там но 30 процентов фото 30 процентов включая в том числе сирийскую арабскую республику будет представители ссо вот в таких перчатках почему потому что я их носила очень долго я носил две пары таких перчаток причем я еще носил первую версию она была не вот эти вот вот эти как-то напыление они были цветные короче они были вот я первый что носил партию все мой яркий фишка их очень тактильная высокая чувствительность они очень плотно сидят и очень хорошая тактильная чувствительность при работе с оружием чем угодно просто великолепная прямо вот и буквально любой предмет залипает в руке благодаря вот здесь вот здесь силиконовые напыления вот такие они прям оружие не оружие там что-то какая какое-то оборудование элементы они прям в руке залипают очень прям очень очень но я бы тоже здесь бы сделал такой патрон без мы над этим будем работать и без липучки реально велка уже но не знаю не знаю не знаю каждому свое конечно но мне нравится вот без и я просто одну отзывы же собираю когда пишу соответственно собираю отзывы и вот все больше народу все больше пользователей хотят видеть вот простой под вот такой подрезиненный просто подрезиненный будем стараться друзья смысл чем много моделей каждый может себе подобрать по нужде по его требованиям общем-то грубо говоря подойти хотите защита защита хоть и мягкая защита мягко хотите фиксация фиксация не хотите фиксация нет фиксации и в том числе еще раз говорю что утепленных тактических мало совсем у меня есть механиксы утепленные они в плане тактических перчаток вообще ни о чем посоветов сплав то есть они вообще не позволяет работать нормально с оружием снаряжать на магазинах невозможно они очень толстые но невозможно просто в этих реально специально проверял и довольно много раз то есть как в них зимой работа с оружием стрелять с основной манипуляции все с оружием устраняю задержек все вообще они вполне позволяют делать плюс они довольно толстые и поэтому можно удерживать модными хватами за цель и они перегрев то есть с ними критически не складывать все я думаю благодарство друзья экипируйтесь грамотно да приводится не сила пока пока